Пусть каждому натуральному числу поставлено в соответствии действительное число. Число 1 соответствует число а, число 2, а второе, число n, число а-нное и так далее. Тогда говорят, что задана числовая последовательность. И пишут а1, а2, аn, где а1, а2, аn члены последовательности. Занумерованный ряд чисел а1, а2, аn называется числовой последовательностью. Рассмотрим способы задания последовательности. Наиболее простой способ задания последовательности с помощью формулы общего члена. То есть формулы, явно выражающие зависимость n-ого члена последовательности от n. Например, формула а-нное равняется 2n, задает последовательность четных чисел 2, 4, 6, 8. Другим важным способом задания последовательности является рекуррентный способ, при котором задается выражение, связывающее n-ый член последовательности с одним или несколькими предыдущими. Также последовательность может быть задана словесным описанием, в котором определяется процесс построения членов последовательности. Перейдем к свойствам числовой последовательности. Числовая последовательность называется возрастающей, если каждый ее член больше предыдущего, иными словами, если для всякого n больше единицы верно неравенство а-нное больше а-n-1. Аналогично дается определение убывающей числовой последовательности. Например, 1, 3, 5, 7 и так далее по формуле а-нное равно 2 плюс а-n-1 возрастающая последовательность. 1, 1, 2, 1, 3 и так далее по формуле а-нное – убывающая последовательность. Последовательность называется монотонной, если она является либо возрастающей, либо убывающей. Последовательность называется ограниченной, если для ее членов можно указать общую границу. То есть если существует такое число c, что неравенство модуль n-ого члена последовательности меньше или равен c, выполняется для всех номеров n. Иными словами, последовательность yn ограничена сверху, если существует число m, такое, что для любого n выполняется неравенство yn-ое меньше или равно m. Число m называет верхней границей последовательности. Например, последовательность минус 1, минус 4, минус 9, минус 16 и так далее по формуле а-нное равно минус n в квадрате, ограничена сверху. В качестве верхней границы можно взять число минус 1 или любое число, которое больше, чем минус 1, например, 0. Последовательность yn ограничена снизу, если существует число m, такое, что для любого n выполняется неравенство yn-ое больше или равно m. Число m называет нижней границей последовательности. Например, последовательность 1, 4, 9, 16 и так далее по формуле а-нное равно n в квадрате ограничена снизу. В качестве нижней границы можно взять число 1 или любое число меньше единицы. Определение предела последовательности. Рассмотрим две числовые последовательности yn и xn. Последовательность yn 1, 3, 5, 7, 9 и так далее по формуле yn равен 2 плюс yn минус 1. Последовательность xn1, 1 вторая, 1 треть и так далее по формуле xn равен 1, деленная на n. Изобразим члены этих последовательностей точками на координатной прямой. Замечаем, что члены второй последовательности xn как бы сгущаются около точки 0, а у первой последовательности yn такой точки сгущения нет. В подобных случаях математики говорят так. Последовательность xn сходится, а последовательность yn расходится. Возникает естественный вопрос. Как узнать, является ли конкретная точка, взятая напрямой, точкой сгущения для членов заданной последовательности? Чтобы ответить на данный вопрос, введем новый математический термин. Пусть а точка прямой, а r положительное число. Интервал от а-р до а плюс r называют окрестностью точки а, а число r радиусом окрестности. Какова окрестность точки 6, если радиус этой окрестности равен 0,02? Ответ. Интервал от 5,98 до 6,02, так как 6 больше чем 6 минус 0,02 и меньше чем 6 плюс 0,02. a больше чем a минус r и меньше чем a плюс r. Теперь мы можем ответить на поставленный выше вопрос. Но термин точка сгущения для членов заданной последовательности обычно заменяют термином предел последовательности. Число b называется пределом последовательности yn, если в любой заранее выбранной окрестности точки b содержатся все члены последовательности, начиная с некоторого номера. Пишут либо так, yn стремится к b, или n сходится к b, либо так, предел последовательности yn при стремлении n к бесконечности равен b. Рассмотрим несколько примеров. Пример первый. Дана последовательность yn, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5 и так далее по формуле yn равен 1 деленное на n. Как вы считаете, чему равен предел такой последовательности? Докажем, что предел последовательности yn при стремлении n к бесконечности равен 0. Возьмем любую окрестность точки 0, пусть ее радиус равен r. Ясно, что всегда можно подобрать натуральное число n нулевое так, чтобы выполнялось неравенство 1 деленное на n нулевое меньше r. Если, например, r равно 1 тысячный, то в качестве n нулевого можно взять тысячу 1, поскольку 1 деленное на тысячу 1 меньше 1 тысячный. Если r равно отношению 3 к 5 тысячам 774, то в качестве n нулевого можно взять 5 тысяч 774, поскольку 1 разделить на 5 тысяч 774 меньше отношения 3 к 5 тысячам 774 и так далее. Но это значит, что член последовательности y нулевое с номером n нулевое, то есть yn нулевое, попадает в выбранную окрестность точки 0. Тем более в этой окрестности будут находиться все последующие члены заданной убывающей последовательности 1 деленное на n. Следовательно, предел последовательности yn при стремлении n к бесконечности равен нулю. Пример второй. Найти предел последовательности 1, 1 вторая, 1 четвертая, 1 восьмая, 1 шестнадцатая и так далее по формуле 1 деленное на 2 в степени n. Здесь последовательность сходится к нулю. 1 деленное на 2 в степени n стремится к нулю, если предел последовательности 1 деленное на 2 в степени n при n, стремящемся к бесконечности, равен нулю. Результат, полученный в примере втором, является частным случаем общего утверждения. Если модуль q меньше единицы, то предел последовательности q в степени n при n, стремящемся к бесконечности, равен нулю. А что будет с последовательностью q в степени n, если модуль q больше? Пусть, например, q равен 2, то есть речь идет о последовательности 2 в квадрате, 2 в кубе, 2 в степени n и так далее. Эта последовательность явно не имеет предела. Нет точки сгущения. Вообще, справедливо утверждение, если модуль q больше единицы, то последовательность q в степени n расходится. Для некоторых последовательностей предел полагает равным бесконечности, а именно говорят, что последовательность xn стремится к бесконечности, если для любого вещественного числа члены последовательности, начиная с некоторого, оказываются по модулю больше этого числа. Формально, предел последовательности xn при n, стремящемся к бесконечности, равен бесконечности. Другие свойства. Предел последовательности из одного и того же числа равен этому числу. Например, предел последовательности единицы при n, стремящемся к бесконечности, равен единице. Общий множитель последовательности можно вынести за знак предела. Предел последовательности c умножить на n при n, стремящемся к бесконечности, равен произведению c и предела последовательности n при n, стремящемся к бесконечности. Перечислим правило вычисления пределов. Если предел a, n при n, стремящемся к бесконечности, равен a и предел b, n при n, стремящемся к бесконечности, равен b, то предел a, n плюс минус b, n при n, стремящемся к бесконечности, равен a плюс минус b. Предел произведения a, n и b, n при n, стремящемся к бесконечности, равен произведению a и b. Предел a, n разделить на b, n при n, стремящемся к бесконечности, равен a делить на b. Но при вычислении пределов зачастую появляются выражения, значение которых не определено. Такие выражения называют неопределенностями. Например, предел 1-х квадрат, деленное на 1-х при х, стремящемся к бесконечности, равен пределу отношения 0 делить на 0 при х, стремящемся к бесконечности, и равен 0 делить на 0. Основные виды неопределенностей 0 делить на 0, бесконечность делить на бесконечность, 0 умножить на бесконечность, единица в степени бесконечность, 0 в степени 0, бесконечность в степени 0. Для раскрытия неопределенности используют следующее. Упрощает выражение функции, раскладывает на множители, преобразовывает функции с помощью формул сокращенного умножения, тригонометрических формул умножает на сопряженное. Что позволяет в дальнейшем сократить и так далее. Если предел при раскрытии неопределенностей существует, то говорят, что функция сходится к указанному значению. Если такого предела не существует, то говорят, что функция расходится. Подведем итог урока. Сегодня мы с вами познакомились с пределом последовательности, рассмотрели основные свойства последовательностей, узнали о неопределенностях и их видах, разобрали правила вычисления пределов.